Приветствую, друзья! Давно не был на канале обзоров на модификации. Что ж, это надо исправлять, верно? Среди множества модификаций мой выбор пал на GTA Vice City Beta Edition. По названию мода становится понятно о чем он. В игру вернули некоторые фишки, которые были в бета-версии. И давайте теперь по порядку детально обо всем. При запуске игры первое, что мы замечаем, играет другая мелодия, а экран загрузки схож с экраном загрузки PS2 версии. После катсцены Кэн Розенберг просто высадил нас из машины и поехал дальше. Глаза сразу же бросается о другой худ. Он другого цвета. Теперь маркеры в игре стали синие. А надпись о выполнении миссии теперь желтая. Обратите внимание на иконки на карте, они здесь совсем другие. Поговорим об изменениях на самой карте. Отель Ocean View называется теперь иначе, так как он назывался в бета-версии. Кливендер. Особняк Диаза тоже выглядит по-другому. Магазин инструментов на Vice Point теперь закрыт, хотя полностью магазин инструментов из игры не исчезли. На втором острове он будет работать, но на первом острове его почему-то закрыли. Возможно, бета-версии его тут не было. Здание, совсем известное пасхалкой, тут тоже отсутствует. На его месте совсем другое здание. И в окнах ночью здесь ничего не светит. Невозможно не заметить автобус на остановке такого вида. Появился тотализатор. Жаль, нельзя делать ставки. У Розенберга офис в совсем другом месте. Появилась новая пиццерия. В пожарной станции теперь есть пешеходная зона. Пропал стадион. И пляж стал меньше. Теперь на нем нет гонок на игручных автомобилях. По округе разбросаны совсем другие газеты. Я озвучил тут самые бросающиеся в глаза изменения на карте. Разумеется, их чуть побольше. Включая такие мелочи, как, например, другая реклама и различные другие названия. Сам Томми стал выглядеть иначе. Не только одежда, но и совсем другое лицо. Среди изменений в одежде сложно не заметить другую рубашку. Небольшим изменением подвергся костюм кубинца. К тому же добавили костюм байкера, который был вырезан с финальной игры. Мы его можем получить по прохождению всех миссий Мичи. Автомобили тоже подверглись изменениям. Например, машина полиции. Инфернос тоже выглядит чуть-чуть иначе. Комет стал выглядеть более красивым. А этот автомобиль вы наверняка видели в моем сообществе в альбоме с бета-скриншотами. Себер тут тоже поменял свой внешний вид. Выглядит даже круче, чем в оригинале. Вертолет, кстати, тоже поменял цвет. Эта особенность касается и полицейских. Здесь у нас, кстати, другой спецназ. ПБР ездят на внедорожниках. Банда Акул стала выглядеть иначе. У гаитян теперь другие футбол. А вот банду Томми почему-то заменили на бандитов из японской версии игры. Хотя это никак не связано с бета. Вернулось оружие из PS2-версии. Слезоточивый газ. По прохождению сюжета можно заметить новые диалоги. Например, на этой миссии изначально нам предлагают попрактиковаться не на вертолётах, как было в оригинале, а на целях, которые находятся на земле или на воде. В этой же миссии перед штурмом Лэнс включает песню и спрашивает мнение Томми. А вот когда мы будем устранять Рикарда Дииза, мы слышим продолжение диалога после выстрела. И таких подобных мелочей достаточно много во всей игре. Также я хочу отметить, что мод возможно пройти. Вылетел он у меня всего один раз. Как по мне, то, что мод возможно пройти, то, что он практически не вылетает, это огромный плюс для разработчика. Ну и для игрока тоже, потому что мы можем спокойно себя проходить игру, ни о чём не думая. Среди прочих изменений хочу отметить другую одежду у Кэна Розенберга. А погода больше похожа на ту, что мы видели на PlayStation 2. А ещё я забыл сказать, что исчез мост у полицейского участка. В целом, друзья, не ожидайте от мода новых миссий, которые были вырезаны. Не ожидайте также, что будет доступна покупка радиостанций. В целом, понятно, что разработчики мода вдохновлялись скриншотами бета-версии игры, которые известны и доступны в публичном доступе. Кто-то находили в архивах игры. Конечно, не без недочётов. Например, банда Томми, на мой взгляд, это огромный минус, потому что... Ну, я сомневаюсь, что в бете она выглядела так же, как должна была выглядеть в японской версии. Но, возможно, разработчики решили проявить такой креатив. В целом, мод я советую всем, кто любит различные ранние версии, кто этим интересуется. Хотя бы поиграть, насладиться той самой атмосферой. Мод сделан качественно, добротно, миссии работают. Ссылка на мод будет в описании. Те, кто не подписан на канал, разумеется, подпишитесь. А те, кто подписан, ну, как обычно, можете откомментить, можете поставить лайк. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!